Недавно певица приняла приглашение стать одним из экспертов конкурса музыкастинг, который пройдет этой осенью на новом радио. Звездный состав жюри, а помимо нее туда вошли Дима Билан, Марик Раймброви, Стрит, Артик из дуэта Артик. Победитель получит гарантированный трамплин в шоу-бизнес, записи, раскрутку трека, его ротацию на радио, съемку клипа и выступления на популярных музыкальных фестивалях. Певица вспомнила свои первые шаги на большую сцену и объяснила, почему сотрудничество с продюсерским центром для артиста чаще всего не кабала, а спасение. Когда будете журить в музыкастинге, по каким критериям станете оценивать конкурсантов? На что, в первую очередь, обратите внимание. Я не буду изменять себе, мой самый главный критерий, это мурашки по спине. Если меня торкнуло от музыки, в хорошем смысле слова, если я затопала ногой под столом в ритм песни во время выступления кого-то на музыкастинге, и в этот момент у меня что-то зашевелилось в душе и защекотало мне нервы, это хороший показатель. По-моему, для артиста главное, честность и искренность, способность проникать под кожу зрителю, в самое сердце. Увы, у меня радиочуйка не очень работает, могу предположить, насколько песня выстрелит на радио или на стримах, но не все мои прогнозы в этом отношении сбываются. В начале своей карьеры вы приняли участие в фестивале рэп-мьюзик. Насколько это был полезный для вас опыт? Невозможно переоценить то, что тогда произошло. Фестиваль рэп-мьюзик стал решающим и судьбоносным. Именно там и тогда меня заметил Влад Валов, лидер группы Bad Balance, и через несколько лет пригласил в Москву для дальнейшего сотрудничества. Он стал моим первым продюсером. Собственно, с этого и началась певица-елка для слушателя, для зрителей и для меня, в том числе. В качестве опыта сценических выступлений этот фестиваль тоже был важен. После него мне потребовалось каких-то 100-200 концертов, чтобы освоиться на сцене, то есть довольно немного времени. Думаю, музыкастинг, в этом смысле, тоже своеобразная экспресс-школа для молодых артистов, ты находишь или оттачиваешь свой стиль, манеру исполнения на сцене, учишься держать удар в прямом эфире, публично воспринимать конструктивную критику в свой адрес. И потом среди членов жюри этого конкурса есть продюсера, Роман Емельянов, Артик, Бахти Элман. Возможно, они с кем-то захотят посотрудничать после проекта. Ситуация в индустрии за последние годы кардинально изменилась, раньше артисту был нужен продюсер, ротации песен на радио, клипов на ТВ. Сегодня, в эпоху уюта АБ и стримов, получается, наоборот, слишком много контента, в котором аудитория теряется. Как стать популярным сегодня? Я пришла работать в музыкальную индустрию совершенно в другое время, еще до того, как быстрый и дешевый интернет оказался у каждого в кармане, но что-то мне подсказывает, что ни тогда, ни сейчас в шоу-бизнесе невозможно достичь успеха без грамотного менеджмента, в одиночку не выжить. Без команды можно стартовать, и это видно на примере многих начинающих артистов. Но точно так же мы все наблюдаем, что происходит, когда фрешмен получает популярность раньше, чем опыт. Это ужасно, потому что рядом не оказывается никого, кто может подсказать, как держаться в кадре на интервью, но это же просто беседа с более опытными товарищами. Я, конечно, не говорю про продюсеров, которые только советуют, выйдя вплатица в горошек, и больше от них нет никакой помощи. Я имею в виду профессионалов, коллег, друзей, без помощи которых порой рискуешь выглядеть глупо. А как же искренность и так называемая трушность в ответах героя интервью? Наивность и неопытность, это порой прекрасно, но часто артисту нужен совет, в том числе, чтобы вовремя о чем-то промолчать и не сесть в лужу, поскольку ты не можешь быть экспертом по всем вопросам, а на какие-то из них и вовсе нет заведомо правильного ответа. Сколько раз мы становились свидетелями историй, когда музыканты подавались на провокации и потом наживали себе проблемы из-за собственных необдуманных слов. Скажу честно, мне всегда был нужен подобный совет, чтобы избежать многих неприятностей, особенно в самом начале пути. Даже если на первых порах на энтузиазме все может идти очень бойко, наступает момент, когда ты понимаешь, что сам или с помощью друзей не справишься. Логистика, переговоры, график, бюджет, максимально далекие от музыканта вопросы, которые кто-то должен решать. Иначе ты просто не сможешь развиваться, уделять творчеству достаточное количество времени, поэтому рядом нужен компетентный профессионал. Хотя бывают исключения, когда вся команда вместе растет и в музыкальном, и в организационном плане, это тоже может быть очень круто. Критики и сами артисты часто говорят, что вокруг много музыкального мусора, низкокачественного продукта. Как улучшить ситуацию в нашем шоу-бизнесе? Так не люблю это нытье. Я, например, по разным причинам не могу слушать свой первый альбом «Город обмана» и считаю, что он был сделан на коленке, но это был тот максимум, который мы могли тогда выдавать, искренне и честно. Вот мой ответ на этот вопрос. Дайте время подрасти. И кто-то действительно превратится в большого профессионала с большим сердцем, станет большим артистом. Кто-то просто устанет, наиграется, сломается. Но совершенно не жизнеспособны только искусственные. Те, кто не цепляется за творчество, кому нечего сказать, людям. Когда музыкант может сподвигнуть огромное количество людей на что-то хорошее, то даже самые отъявленные плохише взрослеют и ощущают глубочайшее чувство стыда за то, что раньше делали ерунду. И с этого момента стараются вдохновлять своих поклонников становиться лучше.